Так можно, конечно же, да, и мы приглашаем опять же людей незнакомых нам. Это холодный рынок, все эти методики работают обязательно, да, где какие-то быстрее работают, да, какие-то активнее, да, люди включаются, какие-то менее, но все эти методы работают. Каждый из вас пришел, наверное, по-разному, да, давайте пробежимся на группу разделить. Кто пришел по-теплому, кто по-холодному, прям можете написать в чате, холодный или теплый, кто как пришел. Я пришел, да, по-теплому, я пришел на результат своей супруги Тани, то есть по-теплому. Знаю многие партнеры, которые в вебинарной комнате, они по-теплому тоже пришли, потому что, благодаря мне, они пришли. Так, холодный, 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 кто еще? Александр холодный, Таня теплый, так, еще кто? Еще кто? Не все ответили. Холодный, это незнакомые люди, теплый, это знакомый. Кто как еще пришел, ребят? Димка Соболев в вебинарке, он по-теплому пришел, благодаря мне. А еще такой вопрос, ребят, тогда, да, раз остальные не молчат. Как вы пришли именно по-холодному или по-теплому? Собеседование это было голосом или это была переписка? Как вы пришли? По переписке вам информацию давали или с вами созвонились и рассказали, да, о том, что за это за бизнес, как он работает? Как вы пришли? Напишите прям тоже часть, переписка или голос, там, или звонок, да, переписка или звонок, можно написать. Вот. С Таней мы созвонились по телефону. И, между прочим, ребят, вот, да, Таня тоже написала, Таня Голова, да, это наш партнер, да, я проводил с ней тоже собеседование. И, вот, знаете, Таня, ничего, в принципе, не поменялось в манере приглашения людей, да, я точно так же, как раньше, да, даю минимальную информацию, и наша задача при созвоне, да, если это холодный рекрутинг, наша задача по-максимальному человека заинтересовать, да, дать, в принципе, наверное, минимум информации, да, чтобы это было вкусно проглатывалось человеком, да, чтобы он, потому что человек, который приходит по холодному рынку, да, ребят, он приходит на работу, он не бизнес ищет, да, по объявлению бизнес не ищут люди, человек приходит на работу. И для человека мы должны минимум дать информацию, это, чтобы было вкусно, это было интересно на языке выгоду человека, чтобы человек услышал то, за что, возможно, он зацепится и что, возможно, он рассмотрит. А дальше после вот этого собеседования обязательно уводим человека на презентацию, да, и еще вот такой момент, что, да, по-холодному нужно рекрутировать много, да, здесь статистика огромная, для того, чтобы было, были собеседования, были регистрации, нужно много отрабатывать, да, здесь работает статистика. Если мы в день проводим одно, две, три собеседования или три переписки, то на самом деле, да, это не придет к большому какому-то результату громадного. Даже если люди придут зарегистрироваться, то не факт, что они включатся в бизнес. Поэтому нужно понимать разграничения теплый, холодный, да, если мы пришли строить бизнес, то мы должны научиться, ребят, рекрутировать и так, и одним способом, и другим способом. Конечно, сейчас я очень люблю этот теплый рынок, да, я знаю, что люди приходят, знаете, уже по своему опыту, ты их рекрутируешь, ты им рассказываешь информацию, даже если они говорят, что тебе это неинтересно, мне сейчас это неактуально, да, то эти люди приходят через какой-то промежуток времени, через год, через полгода, через несколько месяцев эти люди регистрируются, звонят, спрашивают, как, что это знакомое, и он здесь быстрее человек включается. Если он приходит, то человек быстро понимает, в чем суть, размещает заказы и, собственно, работаем уже по его знакомым, приглашая, опять же, на меня и ты рассказываешь. Так, сейчас давайте прочитаю, кто по какому, так, тепло, по телефону, по телефону, пришла на блог, Люда, Татьяна, созвон, Александр, сначала переписка, ну, потом, видимо, созвон, да, Юлия, переписка, потом созвон. Слушай, Таня, ну, когда я тебе звонил, точно записи не было никакой, потому что на тот момент как-то не было такого, не записывали. Вот, Юрий, да, привет, располагайся, сегодня у нас тема рекрутинга, да, вводный момент ты рассказал. Вот, ребята, да, я думаю, суть донес, что в любом случае нужно научиться созваниваться, да, неважно, там, холодный, теплый человек, вот, нужно научиться рекрутировать по-холодному. Причем перед звонком, вот я всегда, да, вот перед тем, как сейчас звонить, пытайтесь настроить себя на позитивную волну, да, не на негатив, а именно на позитив. Пришли строить бизнес, да, бизнес за месяц не построить. Понятно, что нужно научиться рассказывать человеку, да, если я не умею, то благодаря моим звонкам холодным я научусь. То есть, даже если эти люди не зарегистрируются ко мне, то я научусь рассказывать информацию, в принципе, да, о бизнесе, в принципе, заинтересовывать человека, узнаю, какие вопросы он задает, потом это поможет мне работать с теплом. Да, можно перед зеркалом, можно перед женой, а можно прямо с кандидатом, да, пообщались, рассказали, да-да, нет-нет, да-да, нет-нет, да-да, нет-нет, вот по такому принципу. Вот. У меня, в принципе, вводная часть закончилась, сейчас включу громкую связь, при вас буду звонить. Ребят, обязательно, обязательно, вот суть в том, что обязательно надевайте бронежилет, потому что люди такие вопросы бывают, задают, или всякое, да, бывает, это холодный рынок, человек ищет работу, и часто он не может найти работу, это у него тысячный звонок сегодня, и вот поэтому нужно быть в бронежилете. Нужно знать, что человек ответит. Да, лучше на практике. Вот. Ну, давайте, тогда поехали. У меня сегодня были уже, да, отклики, с которыми я поработал. Осталось два, ребят, еще раз повторюсь, если есть у вас кандидаты сейчас, там, переписки вы с человеком, не в переписке, скидывайте номер телефона, собственно, позвоним, расскажем, заинтересуем, зарегистрируем, да, я хочу это будет интересный. Вот. Вот. Один у меня человек пришел по звонку, позвонила девушка, вот я сейчас, да, был не дома, пять минут назад ехал, сказал, что ей перезвонил другую, а мне написал в Вайбер. Ну, я всем звоню, если там это на электронку приходит, да, я человеку пишу, вам удобно созвониться, да, или вот, ну, какую-то информацию свою. Если нет такой возможности, Вайбер человек написал по работе, я могу сразу позвонить, сказать, здрасте, вы сегодня написали Вайбер, вот я хочу вам рассказать. Да, номер кидайте сейчас, ну, опять же, ребят, вот еще такой момент, просто моя позиция. Если вы считаете, что, знаете как, если у вас, да, я говорю конкретно про каждый вид рекрутинга, все работают разными, это, да, это бесспорно, кто-то переписка, кто-то в Инстаграм, кто-то там на разных сайтах, доски объявлений, резюме, по-теплому, вот. Если ваш метод, которым вы работаете, работает, если ваш метод, которым вы работаете, обеспечивает количество людей, и поток людей идет, да, если у вас с вашего метода есть регистрация, то, вот, мое такое пожелание, то, конечно, менять ничего не нужно. Если у вас есть регистрация переписками, да, если у вас это получается, если у вас идут партнеры на этот метод, то ничего не нужно делать. Все нормально, у вас этот метод работает, да, все хорошо. Если у вас какой-то метод, да, если вы работаете и так попробовали, и так, и так, и так, не идет, то, конечно, пробуйте новые способы. Если вы переписываетесь, то научитесь звонить. Если вы звоните, у вас никак не получается, то научитесь рассказывать интересно, что-то меняйте, шаблон разговора, еще что-то. Я всегда звоню, это быстро. Да, пишите, Антонин, сейчас наберу. Вот, так, номера пошли уже. Юрий, напиши, пожалуйста, кто это у тебя на 950 номер написал, а как зовут человека и откуда пришел. Да, с горджок, не с горджок, потому что тоже важно, откуда человек, а то многие начинают говорить, а кто, что за вакансии, откуда вы про меня узнали, все разные. Так, давай, начнем, начну тогда. Так, сейчас, 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 кто-то уже писал, ребят, тогда сверху буквально собеседование быстро проходит. Так, Люда, по-моему, писала номер телефона, он у меня ушел. Ага, вот, начнем тогда вот, да не с холодного, а с теплым. Вера, она знает, что Арифлейм, просто более подробно рассказать теплой Олье. Все. Ребята, и дальше к вам переступлю. Ну ладно, у меня сейчас чат ушел, можете писать, сейчас номер спишу здесь. Так, 8, 5, 2, 5, 3, 4, 2. Так, на громко связи меня они, конечно, будут плохо слышать, но вы меня, главное, чтобы все вышло хорошо. Так, пока не берет твоя, пока твоя не берет, сейчас мы ей перезвоним. Так, давайте дальше, я по вашим пробегусь, и тогда позвоню потом своим, чтобы, да, потому что там, Антонин, там, Юрий, Юрий, Юрий написал. Люд, я написал, что, извините, я занят, перезвоните попозже. Ну, сейчас прозвоним, еще раз попробуем. Так, давайте, Юрий, вашему позвоним. А, это твой, а для чего номер тогда пишешь? Номер кандидата, я имею в виду, тогда идем дальше, да, Сергей Иван Антонин. Кандидатом в звание. Сергей, будем рассказывать, как у нас классно в Reflame. Тихо. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, еще раз, меня Михаил зовут, по поводу работы вам звоню. А, как работаю? Ну, вначале хотелось бы узнать, вы вообще из какого города? Из какого-то города. Понял. Ну, смотрите, я сам из города Нижний Новгород, работу вообще мы предлагаем удаленного плана, вся работа в интернете проходит. То есть можно совмещать с основной работой. Вот, как такой вообще вариант удаленный, рассматриваете? Я понял, а вообще чем занимаетесь, работаете, учитесь? Ну, то есть работали на основной где-то? А как это? На основной работе, да, работали, я так понимаю? Работал, да. Я понял. Давайте я вам расскажу тогда подробно, чем вообще занимаемся, в чем суть. Возможно, будет актуально для вас. Давай. Нормально, да, меня слышно? Почему-то как-то это? Да, ладно, ладно. Отлично. Вот, смотрите, чем занимаемся. То есть у нас открыто ИПР, работаем мы с компанией крупной по договору, компания сама занимается производством продуктов. Мы работаем в сфере рекламы. То есть у нас задача создавать поток людей в интернет-магазин, чтобы люди через интернет заходили на сайт компании и все у нее покупали. Компания нам платит с прибыли. То есть раз в три недели нам компания платит зарплату, деньги достаточно хорошие, при том, при всем расчете, что все это удаленно. Да, то есть удаленно – это значит, нужен компьютер, нужен интернет, вы можете из дома работать. Вот этот момент понятен, да? Вот. Дальше. Для того, чтобы создать поток, необходимо будет размещать разного рода объявления, информацию, рекламу. Там приходят люди, кто-то приходит именно работать, кто-то приходит в интернет-магазин покупать. И наша задача – человеку оформить дисконт на всю продукцию, чтобы человек смог заходить на сайт уже со скидкой покупать себе все, что необходимо. Собственно, если человеку все устраивает, он покупает себе все, что нужно, да, с большими скидками. А компания нам платит процент от покупок людей. То есть люди покупают, там идет доход от покупок людей. Вот. Слышно, да, меня? Слышно, да, лучше. Вот. Вот таким вот образом мы работаем. Как вообще такую варианту? Да, нормально. А вы мне не можете. Я устраивал. Видео я вам без проблем могу отправить. Ну, смотрите, что мне нужно, да? У вас вообще какое образование? Да, мы так много в этих трех, кстати. Угу. А работали в последний раз в какой должности? Слышно. Слышно, я понял. А вообще какой вариант ищите, работу-то какую все-таки ищите? Все-таки ближе вот к своей специальности или готовы другие варианты рассмотреть? Да, почему? Да, почему? Любые. Понятно. Ну, смотрите, по принципу работу рассказал, да? Работаем вообще мы по договору с компанией Арифлейм. Основная масса – это средства гигиены, парфюмерия, косметика, много всего, да? То есть деньги компания платит хорошие. Раз в три недели, деньги приходят на счет. Тогда давайте, знаете, как поступим? Вам видео скинем, чтобы вы посмотрели. Будет актуально, да, вам? Да, если нас все устроит в том числе. С вами созвонимся и обсудим все моменты. Как работать, что детально, как зарплата и другие моменты. Да, на электронную почту вам все скинем. У вас интернет-компьютер есть, да? Да. Есть. Ну, отлично. Все, договорились. Тогда до связи. Вам видео скинем, презентацию посмотрите, а дальше спишемся. И уже созвонимся с вами. Да, хорошо. Все, до свидания. Ой, ребят, холодный рынок. Антонин, ну, наверное, слышали, конечно, это не наш человек, в принципе. Да, он следственный сантехник, по голосу такой не очень духий человек, не очень. Вот, такой разгульный, я бы сказал. Я думаю, что не наш человек вообще рассказал вкратце, да, чем занимаемся. Ждет видео, чтобы посмотреть, как, что работает. Интернет у него есть, компьютер у него есть. Но можно скинуть видео, но это не то, что нам нужно. Вот я так, скиньте, а там уже будет видно, да, не будем ничего это решать, потому что мы его не видим, но по голосу такое у меня сложилось. Тем не менее, рассказываю, вон куча раз уже звоню, да, рассказываю, чем занимаемся. Так. Да, он готов, следствие, сантехник, сварщик и тому подобное. Он такой своеобразный молодой человек. Ну, ждет видео, а там уже определимся, да. Вот, давайте дальше. Ждет от вас видео, Антонин, в общем. Так, дальше. Дальше я звоню своим, друзья мои. Потому что, знаете, вот, как бы то ни было, да, мы даем всем информацию. Видео вы ему даете, скиньте презентацию посмотреть полную. К примеру, да, мужскую, неважно, какого спикера, Долженко, Родионов, которую сами считаете нужным, да, видео. Либо мое видео, чтобы полную презентацию он посмотрел. А дальше уже определимся, как качество. Вот. Ну, тогда мою, да, он молодой по голосу чувствуется. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мы с вами, я так понимаю, сегодня созванивались по поводу работы, я вам звоню. Да, 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 да. Вот, ага. А как вам можно обращаться? Что? Как вам можно обращаться? Валерия. Ага, Валерия, очень приятно. Меня Михаил зовут. Валерия, вот смотрите, я сам с города Нижний Новгород, да, работу мы предлагаем вообще удаленного плана, то есть вся работа в интернете проходит. Такой вариант вообще рассматриваете? Ну, рассматривайте. Я вам тогда расскажу подробно, чем мы занимаемся, да, возможно, вам тоже будет актуально. Да. Хорошо. Вот смотрите, то есть у нас вообще открыто ИП, работаем мы с крупной компанией по договору, компания сама занимается производством продукции. Мы работаем в сфере рекламы. То есть у нас задача создавать поток людей в интернет-магазин, чтобы люди через интернет заходили на сайт компании и покупали все, что им необходимо. Компания нам платит хорошие деньги, да, работа вся удаленно проходит, деньги хорошие. Раз в три недели мы получаем доход. Как все это происходит, да? Необходимо вообще для работы будет размещать разного рода объявления, информацию, рекламу на соцсетях, досках объявлений в интернете. И приходят люди. Кто-то приходит именно работать в интернет-магазин, также приходят просто покупатели. И наша задача человеку оформить личный кабинет, то есть мы человека регистрируем, у него будут логин и пароль, человек сможет самостоятельно в дальнейшем заходить на сайт и покупать все, что им необходимо, уже со скидками от 20 до 50%. Ну и партнеры у нас есть, да, с разных городов приходят, есть там с Брянска, с Барнаула, с Калининграда, неважно, откуда человек пришел. Мы его зарегистрировали, человек получает скидку, если его все устраивает, да, он будет по мере необходимости что-то себе покупать через интернет-магазин, да, потому что это дешевле. А нам компания, да, за проделанную работу выплачивает проценты от покупок каждого конкретного человека, причем неважно, через какой интервал времени, да, человек будет делать покупку. То есть если человек все устраивает, он будет что-то себе покупать. Мы получаем доход от компании за проделанную работу. Организуем товарооборот на 200 тысяч рублей, да, зарплата примерно 25-30 тысяч рублей за три недели, плюс премия, да, премия большая. Вот. Организуем товарооборот, да, на сумму 500 тысяч рублей в течение времени, зарплата уже от 50 и выше. Вот. Вы вообще в интернете вообще работали? Ну, справа была, а какая компания? Вообще мы работаем непосредственно с компанией Арифлейм, только с ней работаем. Вот. С компанией вообще знакомы с Арифлейм? Да, знакомы. Знакомы. Ага, а что вообще знаете о компании, потому что тоже много общаюсь с людьми, у всех разное такое восприятие. Ну, косметика, косметика пользуюсь. Вот, да. Ну, смотрите, я вам про что хочу сказать, что у компании есть вообще несколько направлений для сотрудничества. То есть в компании есть наемные сотрудники, да, которые там на заводе работают по производству продукции. Есть люди, которые продажей именно занимаются, да, по каталогам, наверное, тоже знаете. Да. Мы, конечно, каталоги нас не очень интересуют, потому что на этом много не заработать. Мы работаем именно через интернет, с помощью онлайн. В интернете сейчас людей много, и людям, в принципе, сейчас удобнее заходить самим уже на сайт и покупать все, что нужно. Да. То есть не нужно ходить с сумками, не нужно продавать. Вот. Человеку оформляем личный кабинет и получаем каждый раз проценты, собственно, таким вот образом, как я вам рассказал. Вот. Есть маркетинг-план определенную компанию. Все. Такое бывает. Давайте еще раз перезвоним. Либо сбросила, либо оборвалась. Нет, не оборвалась, похоже. Вот, ребят, вот такое тоже бывает, да. То есть будьте готовы, когда звоните по-холодному. Бывает и трубки скидывают. Бывает, знаете, что-то не бывает. Но суть в чем, да, то есть нужно это понимать, что человек знает о компании Арифлейм, только то, что это каталог, только то, что это женщин-сумка, только то, что это продажа, скорее всего. Вот. Если человек знал то, что мы с вами знаем, да, вот, мы с вами вебинар заходим, для чего, чтобы учиться, да, для того, чтобы Арифлейм зарабатывать деньги, да, по маркетинг-плану. Человек этого не знает. Поэтому много негатива, много всего такого. Да, можно просто сказать, мне там неинтересно или еще что-то. Но многие предпочитают... Вот. Так, давайте следующий позвоним. Звоним в следующий. Так, 25, 260. Все люди разные, и уровень культуры у них разный. Ну и опять же, часто, да, из-за чего такое, что люди много им звонят. То есть, да, я, может, 10-й в нее сегодня. Кто-то предлагает реформ, так это тоже может быть. Это мы должны понимать. Алло. Здравствуйте. Мы с вами, я так понимаю, отклик от вас в Вайбер получил. Либо по телефону мы с вами общались. По поводу работы я вам звоню. Да, да, да. В Вайбере, наверное, да? Нет, я так звонила. А, я вас понял. Все. А вас как зовут? Как вам можно обращаться? Я Наталья. Наталья, очень приятно. Меня Михаил. Наталья, работу вообще мы предлагаем удаленного плана, то есть, вся работа в интернете проходит. Нужен компьютер, нужен интернет, и можно, собственно, работать откуда угодно. Многие совмещаются с основной работой. Вот. Вы из какого города? В основную ищите работу или подработку? Пока основную. Да, там уже по ситуации, да? Да. Я вам расскажу тогда, чем мы вообще занимаемся, да? Чем, как, что. Возможно, для вас будет актуально. Да, хорошо. Вот смотрите, у нас вообще открытые П, работаем мы по договору с крупной компанией. Компания сама занимается производством продукции. Мы работаем в сфере рекламы. То есть, у нас задача вообще создавать потоп людей в интернет-магазин, чтобы люди через интернет заходили на сайт компании и покупали уже с большими скидками у компании. За, ну, с прибыли точнее, нам компания платит деньги, деньги, ну, доход хороший, то есть, раз в три недели приходит зарплата. Вот. Сами работаем вместе с супругой точно так же, да? То есть, в офис мы туда не ходим, потому что нет необходимости. Есть договор, в соответствии с которым нам компания выплатит, существует. Вот. Вообще, для работы нужно будет размещать объявления, рекламу, там, разного рода информацию на соцсетях, досках объявлений в интернете. Когда приходят люди, кто-то приходит вообще работать, да, деньги зарабатывать, кто-то приходит просто покупать. Если пришел потребитель, к примеру, да, мы человеку оформляем личный кабинет, то есть, человека зарегистрируем, у него будет логин, пароль от личного кабинета, от сайта. И он сможет заходить вообще на сайт и покупать самостоятельно, без нашего уже участия, со скидками от актива 50%. Работаем по всем городам, то есть, пункты выдачи продукции есть везде. Сейчас интернет индустрия активно развивается, и людям, ну, намного удобнее, чем там в магазинах розничных покупать. Ну, и дешевле, да, покупать дешевле в интернете. Вот, ну, мы своего рода проводники, да. То есть, человек пришел, зарегистрировали его, скинули ему логин, пароль, человек заходит на сайт, к примеру, из города Якутск, оформляет доставку, компания осуществляет доставку, мы за это не отвечаем. Вот, и все. Если человеку все устраивает, он будет покупать себе по мере необходимости длительный промежуток времени. Нам, компания, за проделанную работу, да, выплачивает проценты от покупок. Причем, неважно, с каким интервалом эти покупки будут, да. То есть, человек, может, сегодня купил, завтра, через месяц, через год, нам каждый раз идет процент. Чем больше людей, тем больше товарооборот и больше доход. Ну, то есть, 200 тысяч организовали, к примеру, зарплата примерно 25-30 плюс премия. Премия достаточно большая. Вот, организовали товарооборот 500 тысяч, он со временем будет такой, зарплата уже от 50 и выше. То есть, это работает, вот, сами точно так же работаем, да, и много у нас людей. Вот, вообще, какие товары, да, в компании? Основная масса – это средства гигиены, то есть, здесь парфюмерия, косметика, продукции здорового питания, витамины. Ну, так скажем, все, что людям нужно каждый месяц. Ну, шампунь, зубная паста, заканчивая с чем снова может ее сдавать купить. Вот, а что еще, да, работаем мы вообще с производителем, да, это шведская компания «Арифлейн». Вот, с компанией может быть знакома? Ну, знакома, конечно. Вот, ну, а что знаете о компании, потому что многие знают только то, что это каталоги или еще что-то? Ну, я, да, знаю, что каталоги, да. Ну, вообще, в компании несколько вариантов сотрудничества. Есть наемные сотрудники, есть люди, которые каталогами работают, на каталогах много не заработать, тем более сейчас. Мы работаем именно через интернет. Людей много, людям сейчас удобнее заходить на сайт, покупать себе самостоятельно. Ну, собственно, благодаря этому и товарообороты, и в объемы большие, ну, и зарплата, опять же. Вот, как вам вообще такой вариант, может быть, совмещать для начала? Я пока должна переварить. А как вас зовут? Меня Михаил. Михаил, да? Михаил, я все это подумала, хорошо? Да, смотрите, что еще могу предложить, да, чтобы было над чем думать. Давайте я вам скину, наверное, видео, чтобы вы как-то сели спокойно и посмотрели, там, часовой видео. Как это работает, какие доходы, ради чего вообще? Вот, а куда вам скинуть? Можно на электроночку. На электронку. А Viber, WhatsApp есть у вас? Ну, так быстрее. Вайбер, вайбер, вот телефон. Вот на этом. Я вам тогда на Viber напишу, ну, скину видео точнее, да. А дальше посмотрите, будет интересно всю необходимую информацию по шагу. Все, договорились, до связи, до свидания. Так, ребят, ну вот, вот как-то вот так все это проходит, то есть один звонок за другим, один звонок за другим, да, да, нет, да, нет, нет, да, нет, никогда не будет такого, что люди будут в сети. Да, не будет такого. Самая главная наша задача, вот найти человек, который интересен, да, который рассматривает возможности, дальше провести ему презентацию, да, либо это вживую, если есть такая возможность, если нет такой возможности, да, скидываю видео, добавляемся к нему в соцсети. Я всегда, вот, к примеру, она у меня есть в Viber, да, я ей скину сейчас свою презентацию, скину свою ссылку на свою соцсеть ВКонтакте, да, у меня там много разных фотографий, много, опять же, ВКонтакте, да, личный бренд, доходы, похождения по каким-то культурным мероприятиям, да, с компанией, что меня связывает с компанией. Вот, для того, чтобы зацепиться к человеку, даже если она посмотрит презентацию, даже если она сквозь, там, да, сквозь что-то посмотрит, там, невнимательно, к примеру, такое тоже бывает, да, человек незнакомый, арифлейм, стереотипы, сами понимаете, мы к человеку добавимся, добавимся к нему в друзья, она нас добавит, да, и будем дружить, и, возможно, с течением времени, даже если она сразу, да, не зарегистрироваться вдруг, то через какое-то время, промежуток времени она будет следить за нашей страничкой, то есть мы зацепляемся, теми возможностями. То есть, вот таким вот образом тоже, да, смотрите, используйте такие моменты, чтобы не просто человек провели собеседование, все, да, чтобы скинули ему соцсеть, добавляйтесь, будем дружить, ну, и прочее. Так, ребят, давайте я еще посмотрю на электронке. Так, я сейчас почитаю, что вы пишете, Михаил Брукс. Ну, смотри, вообще работают, реально, ребята, работают все методы, да, возможно, кто-то из нас работает именно определенными направлениями, да, к примеру, я знаю, что если я проведу 10 вот таких аналогичных собеседований, что у меня будет регистрация. Я знаю, да, потому что я либо зацеплюсь за человека, либо он сразу его заинтересует, либо он потом придет, либо я напишу знакомому, он меня зарегистрирует. Все ребята у нас работают разными методами, да, кто-то в Одноклассниках, кто-то ВКонтакте. Ну, по группам, я знаю, что вот раньше я работал в Одноклассниках в открытой группе, делал предложение там. Если там, к примеру, выставляю свидетельство об ИП свое, если пишу внизу, если вам интересен дополнительный доход, писать просьба. Если человек плюсик ставит или еще что-то, все, переходим с ним в личку общаться уже, да, либо он и сам пишет, либо добавляет друзьям, если списываемся и даем информацию. По поводу группы, там ВКонтакте я не могу сказать, а вот в соцсетях, в Одноклассниках, да, группами можно работать. Есть и видео на этот материал у многих, у наших партнеров, знаешь, в клубе чате много информации, можно эту информацию там спросить. Можно, по поводу закрытой группы, я не могу вообще сказать, как это работает, да, как ты туда будешь, добавлять людей в закрытой группу, а потом предлагать. Ну, то есть, а можно в открытой группе написать, да, работа. Кому интересно, пишите в личку, в Одноклассниках, к примеру. Посмотри видео, да, видео много разных, там могут вообще, тоже нужно аккуратненько, несколько, ну, со страницей работать желательно не со своей, потому что если кто-то пожалуется на спон, то страницу могут удалить, если родная страница, будет жалко. Поэтому, ребят, каждому из нас, каждому из вас, да, если вы новичок, нужно найти свой метод рекрутинга. Возможно, это будет соцсеть ваша в вашем регионе, в вашем городе, и вы будете именно приглашать ваших людей, которые у вас в городе. К примеру, небольшой городишко, собеседование провели, рассказали человеку, встретились потом, да. Много вариантов. Давайте, ребят, у кого есть еще кандидаты, скиньте, пожалуйста, в чат, сразу сейчас тоже наберу их. Люд, я бы с удовольствием позвонил, но он написал, что это, что попозже, не могу говорить. Вот, да, ну, опять же, да, знаете, как, фейковые, делайте детально, чтобы, смотрите, тут такой большой-большой пласт затрагиваем. То есть, если вы рекрутируете, да, не со своей родной странички, да, как правило, в Одноклассниках вы делаете, там, или ВКонтакте, да, то все-таки выставляйте фотографию данной своей, да, потому что человек пришел потом, зарегистрировался, к примеру, он ваш партнер, а вы там Вася Питкин, к примеру, на самом деле вы, там, Александр какой-то. Человек смотрит, вот, как и меня способом пригласили, фамилии, данные левые, незнакомые, вот, чем нужно заниматься. Вот, поэтому, ребят, еще такой позыв, вот, смотрите, мы с вами вообще строим бизнес компании Reflame. Компания Reflame – это компания прямых продаж и методом распространения своей продукции, да, компания выбрала сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг – это вообще издревле, это в 50-х годах он зародился, это бизнес, он уже признан бизнесом, и много, огромное количество литературы на этот счет написано, что это бизнес, за которым будущее. Суть в том, что он всегда работал, именно, ребят, именно много, работал из уст в уста, да, со знакомыми, с рассказами, это чувство, это общение, это с близким, со своим. Рассказал, ну, пошли, я тебе покажу, послушай, что такое Reflame. Вот, поэтому наша задача научиться. Ну, конечно, холодный рекрутинг, без спорта, он тоже работает, нужно научиться, и в плане просто даже давать информацию голосом. А вот эти переписки, да, конечно, работают, но, 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 вот, так, номер-то они мне скидывают. Так, звоню, спасибо, 99-99-49-49-51-51-80. А кто это хаттайю, я думаю, писала мне. Просто, ребят, перебираем, наша задача перебирать, зацепиться, и чего-то отправить на полную презентацию. здравствуйте дмитрий да дмитрий меня михаил зовут компании вообще арифлей вы заполнили анкету вы у нас уже в команде или нет нет анкету заполнили вам кто и скидывал интернете ну вообще то как работаем знаете или вам рассказать вообще всю суть работы хорошо я вам расскажу смотрите чем занимаемся то есть сам я с нижнего новгорода да вы кстати из какого города то есть сам я с нижнего новгорода у нас открытые работаем из крупные компании от компании oriflame сами знаете что компания чем занимается это основная масса средства гигиены парфюмерия косметика суть в том что эти продукты которые востребованы до люди все боятся каждый месяц люди по себе шампунь и пену для бритья витамины люди тратят на это деньги чем мы занимаемся то есть наша задача создавать для компании товароборот большой компания oriflame нам готова за него платить то есть мы вообще приглашаем людей строим команду пример организован товароборот на 200 тысяч рублей компания oriflame нам за организацию такого товароборота готова платить примерно 25-30 тысяч рублей плюс 1000 долларов то есть вообще но это это маленькая такая маленький маленький пример компания oriflame можно работать разными способами то есть к нам приходят люди которые регистрируются для того чтобы просто покупать то есть человек пришел из другого города к примеру там из якутска я его зарегистрировал свою команду человек в якутске будет покупать все что себе нужно по принципу интернет-магазина до через свой логин пароль заходит на сайт компании выбирает все что нужно компания осуществляет доставку и вот за покупки такого человека до человек будет там со временем нам компания платит каждый раз определенный процент приходят такие люди приходят люди которым интересны продажи но как раньше женщины сумками знаете наверно вот человек пришел получил скидку продал подороже разницу положил себе в карман нам нам этот человек тоже интересует нас потому что он для нас несет тоже товарооборот и приходят люди вот такие как я я вроде мужик данных компания oriflame да вот вы тоже да анкету знакомую то есть моя задача я знаю что компания oriflame по своему маркетинг плану платит деньги до от 30 тысяч рублей и начиная я знаю знакомых до который зарабатывает 300 тысяч за три недели делают они одно и то же то есть приглашает людей их регистрируют оформляют людям скидки и от покупок людей компания нам платит доход в соответствии с маркетинг планом есть четкий маркетинг план который прописан компании там прописаны какие доходы на каком для того чтобы вообще начать работать да конечно мне хотелось бы чтобы видео посмотрели презентацию я вам ее могу скинуть потому что я вам могу да много что рассказать но все-таки нужно как своими глазами детально часовой видео детально сесть спокойно посмотреть понять какие здесь доходы какие премии что конкретно нужно делать но я вам скину так у нас анкету заполнили да а вы в анкете все все заполнили все что необходимо не все там паспорт да там серия номер паспорта он нужен для того чтобы мы вас зарегистрировали да и у вас был личный кабинет на сайте компании номер телефона у вас я так понимаю есть ссылка на соцсеть там есть в анкете нет давайте знаете как тогда сделаем вы анкету заполнить и пожалуйста еще раз она у вас где-то там перед глазами недалеко новая анкета я понял давайте знаете как тогда сделаем у вас есть вайбер или ватсап 20 на этом номере вы в телеграм есть на этом номере тоже да ну отлично я вам в телеграм сейчас в личку тогда во первых скину видео посмотреть для начала и скину анкету видео посмотрите но я думаю да если доход вас интересует я думаю все таки вас интересует у нас мужиков много да несмотря на то что продукт на первый взгляд кажется что женская там косметика на самом деле продукт востребованный суть в том что как продукт движется если его востребованный то на этом можно заработать хорошо понял вы на анкету так вышли как только не приходит на люди вот видите суть в том что сейчас людям деньги нужны да а вот мы работаем удаленно то есть у нас многие партнеры совмещаются основной работать пример человек работает на работе не доступ в интернет он имеет возможность работать в интернете а параллельно с нами у меня это основной вид деятельности дохода потому что собственно доход позволяет да какое-то время работа раньше на наемной работе жена первая начинала кранами рассказала про то что в лифе можно работать никак не представлял как мужики могут потом когда узнал понял что это не распространение косметики далеко вот поэтому нужно разобраться как все это работает я вам сейчас телеграм все скину посмотрите анкета тоже заполните я вам ее еще раз отправлю мы вас зарегистрируем и все пошатные инструкции я вам скину вы вообще чем занимаетесь кстати говоря работаете и учитесь студент понятно параллельно когда успеваете учиться работать точнее вы на очки где-то все все ясно я вас понял ну все хорошо будем знакомы я вам сейчас все вышлю все ладно до свидания до свидания так и так 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 сейчас ребят да вот даже ведь как бывает приходит так антонин вот это что за номера елена татьяна заполняют это кто позвонить что ли если не заполняют наверное нашли другой вариант какой-то таких много форум бывает бывает скидывает где каждый раз скидываю да не всегда человек заполняет а все отлично пошел теплый рынок тепленьких я очень люблю так это елена так лютый это я ваши звоню теплые и филы или на все отлично Ну, может быть, Димитов. Вот, ребят, есть еще у кого-то? Давайте, скидывайте, если есть. Вот, друзья, поэтому самая главная идея этого всего, да, во-первых, конечно, не стесняться, да, научиться работать с возражением, ну, и вообще изучить, как мы работаем, чем занимаемся, делать себе шаблончик, который у вас от зубов будет отскакивать. Если вы научитесь вот так пройдет собеседник, то научитесь вообще рассказывать правильный. Переписка этого, конечно, не дает. Егор, давай. Ну, вообще, смотрите, пару таких вводных моментов. Если человеку, да, если человеку интересно то, что мы ему предлагаем, к примеру, ты делаешь предложение своему знакомому, говоришь, слушай, есть тема интересная, да, тебя интересует, да. Если ты хочешь ему сам рассказать презентацию, ты ему рассказал, и он тебе говорит, да, мне интересно. Если да, мне интересно, но ты, конечно, скидываешь ему анкету, скидываешь презентацию, регистрацию, добавляешь его в чаты, чтобы он начинал вариться в команде, изучать информацию. Если человек говорит, нет, мне неинтересно, то смысла я не вижу, конечно, такому человеку звонить, да. Мы никого не уговариваем, мы делаем человеку предложение о том, что здесь можно хорошо работать. Неинтересно, ничего страшного, да, можешь ему писать, там, через полгода, там, через какое-то время, придет на тебя, на твой результат, то есть, вот, чтобы не было негатива. Вот, потому что, видишь, ты говоришь, говорил мне, что да, а дальше что? Что сказал, что да, и что? Ты пропал? Давай, позвоню. Если теплые есть, тоже скидывайте, и не обязательно для вебинара, а вообще скидывайте, позвоним так же, так же прозвоним теплых ребят. Теплые – это классно. Нет, не берет. Не берет. Вот. Ребят, ну, я так понимаю, что у вас там все исчерпалось, да. У меня, собственно, нету, нету больше кандидатов. Так, Вере, который смысл, собственно, что вы не там. Так, хорошо. Давайте Марине сейчас позвоним, и потом, вот, Вере. Сейчас, ребят, секунду. 8, 24, 6, 2, 2, 6, 2, 2, 6, 2, 2, 17. Угу. Марина. Марина. Алло, здравствуйте, Марина. Да. Ага, здравствуйте, меня Михаил зовут, я звоню вам по поводу работы, отклик от вас получил на почту. Да. Очень приятно, Михаил. Удобно разговаривать? Да, да. Удобно, ага. Марина, вот смотрите, работу мы вообще предлагаем удаленного плана, то есть вся работа в интернете проходит, нужен компьютер, интернет вообще для работы. Можно совмещать с основной работой. Вот, вы такой прям... А в чем заключается работа? Ну, я вам как раз хотел это рассказать. Вы из какого города? Из города Подольск. Подольск. Я сам из города Нижний Новгород. Ну, расскажу тогда, да, чем занимаемся. Ну, неважно абсолютно, откуда вы, да, потому что у нас есть ребята из разных городов, да, то есть филиалы компании есть в каждом городе, у вас в том числе. Вот. Смотрите, чем занимаемся. То есть у нас открыто ИП, работаем мы с крупной компанией по договору, компания сама занимается производством продукции. Мы работаем в сфере рекламы. То есть у нас задача – это создавать поток людей в интернет-магазин, чтобы люди через интернет заходили на сайт компании, покупали все, что им необходимо. С прибыли нам компания за работу платит деньги. Раз в три недели деньги приходят, да, на наш счет. Ну, в соответствии с договором, опять же. Вот. Чем конкретно, да, нужно заниматься? Я вам все сейчас расскажу и на вопрос отвечу тогда. Да? Да. Вот смотрите, то есть для того, чтобы создать поток людей, нужно будет размещать разного рода объявления, информацию, рекламу на разных соцсетях и досках объявлений. Приходят люди. Кто-то работает, приходит в интернет-магазин. Приходят также покупатели, да, потребители. Ну, человеку оформляем личный кабинет, то есть у человека будет свой логин и пароль. Человек сможет заходить на сайт под своим логином и паролем и сможет вообще делать это уже самостоятельно, без нашего участия, покупать уже все, что необходимо со скидками, там, от 20 до 50%. Люди с разных городов приходят, да, там, в Сикутск, в Казбрянском, в Проноуме, неважно, откуда по всей России работают. Пункты выдачи продукции есть везде. А нам, компания, да, за проделанную работу выплачивает процент от покупок людей. Каждый раз, от покупки каждого конкретного человека, неважно, с каким там интервалом он делает эту покупку, нам идет процент в виде дохода. Организуем товарооборот на 200 тысяч, да, зарплата примерно 25-30 плюс премия, порядка 55 тысяч рублей в первое время. Дальше выше, то есть организуем товарооборот на 500 тысяч, зарплата уже от 50. Все это видно в личном кабинете, то есть у вас в личном кабинете будет видно, кто купил, что, на какую сумму, какой объем. То есть вы можете любую справку, любой отчет на себе заказать и посмотреть, кто что и на какой доход. Ну и вы это видите, соответственно, и компания это видит, которая жанру плачивает денег. По продукции вообще ассортимент широкий, основная масса – это средства гигиены, то есть здесь парфюмерия, косметика, продукция здорового питания. Ну все, что людям нужно каждый месяц, так скажем. Шампунь, мыло, зубная паста – человек готов к каждому месяцу купать. Вот. Так, что еще, да, работаем вообще мы с производителем, да, компания наверняка слышали, возможно, знаете, это шведская компания «Арифлейм». Ну вот, понятно, я надеялась, что другая какая-нибудь. А вы с компанией вообще знакомы? Почему надеялись, что другая? Нет, просто я вот еще работаю с компаниями, да, но больше ничего нет, кроме «Арифлейм». Больше ничего нет. Вы знаете, я вам что могу сказать? Вот мы сами вместе с супругой работаем, да, нам компания каждые три недели платит, ну, более чем достаточно хорошие доходы. А «Арифлейм», конечно, перешла в онлайн, и сейчас много партнеров, которые, конечно, работают в компании. Ну, не наемные сотрудники, да, ну, по договору с компанией работают. Идей много, потому что компания хорошо платит. Не платила бы, нас бы здесь, наверное, не было. Мы бы искали тоже другую работу. Просто многие люди воспринимают в компании, что это каталоги продажи, да. Конечно, я мужчина, я этим не занимаюсь. Мы работаем с организацией больших товарооборотов объемов, за которые, соответственно, любая компания хорошие деньги платит. Вот, я вам могу, знаете, как вариант скинуть видео, чтобы вы посмотрели, как-то, может быть, понятнее вам будет, если... Извините, перебил вас. Ну, давайте, я вообще, наверное, выпущу вам до конца. Да, я, в принципе, да, да, я хотел предложить вам, чтобы вы видео посмотрели. Может быть, вам так будет более понятно, какой доход, что нужно делать, так, чтобы более понять. Сделать им доход. А вы какую, что именно ищите? Какую работу? Я хочу нормально работать. Почему? Ведь у людей, наверное, самое главное, это привлекать покупателей. Правильно? Самое главное, это создать товарооборот. Ну, соответственно, создание, да, людей, потока людей в интернет-магазине. То есть, товарооборот, естественно, это покупать. Конечно, конечно. Ну, а, например, если они, как бы, пойдут? Вот, смотрите, весь принцип, да, как мы работаем. То есть, люди к нам, да, приходят именно не просто покупать. То есть, моя задача не просто покупателей пригласить. Наша задача пригласить именно партнеров. То есть, приходят, во-первых, к нам разные люди. Кто-то приходит именно работать, да, по каталогу, к примеру. Человек регистрируется в компании Reflame, у него будет скидка, он работает каталогой, продажей продукции. Это одна категория, да. Они продают по каталогу, они имеют немедлую прибыль. Это все хорошо. Конечно, здесь много не заработать. Человеку нужно научиться, да, продавать, либо быть, ну, продажником. Да, это одна категория. Нас они тоже интересуют, меня не интересует, мы их регистрируем в свою команду. Человек будет себе покупать что-то по необходимости. Мне компания за организацию вот этого товароборота платит доход. Плюс приходят просто потребители. То есть, человек, который интересует просто продукт, да, к примеру, компания «Тысяча именований продукции», он регистрируется на сайте. К примеру, человек пришел там с Санкт-Петербурга. Зарегистрировался, чтобы покупать в Reflame со скидкой какой-то продукт, к примеру, витамины. Человек эти витамины будет себе с течением времени покупать. Мне компания за то, что я когда-то его зарегистрировал, оформил ему личный кабинет, мне компания от покупок этого человека платит процент. Человек покупает со скидкой, его все устраивает. Меня все устраивает, потому что за проделанную работу когда-то, давно, мне компания будет платить всегда от покупок этого человека. И приходят люди такие, как я. То есть, вот я пришел для того, чтобы именно работать по маркетинг-плану. То есть, компания Reflame говорит, что организуй для меня 200 тысяч товарооборот, я заплачу тебе 30 тысяч за три недели и премию 1000 долларов. Вот. То есть, да, компания говорит, организуй для меня товарооборот 500 тысяч, я тебе заплачу от 50 и премию полторы тысячи долларов. Вот меня вот эти деньги интересуют. И, собственно, с интернетом это возможно. И вот, знаете, мы с супругой вместе работаем. Работаем, понятно, группой людей, менеджеры, консультанты. У нас за каждые три недели нашей команды, мы организуем для компании товарооборот 600-700 тысяч. То есть, 10% это мой доход за проделанную работу, наш доход. Я работаю год. Я работал когда-то на наемной работе. Я прекрасно понимаю, что на наемной работе я бы столько не заработал. У меня есть знакомые, которые зарабатывают намного больше. Не буду цифрами говорить, ну, просто. То есть, здесь суть, да, не в продажах конкретных, маленьких. Есть маркетинг-план, в соответствии с какому компанию выплачивают эти деньги, большие объемы. И эти объемы есть всегда. То есть, нет такого, что сегодня они есть, через месяц его нет. Потому что люди, вот, мы с вами перечислили эти категории. Соответственно, я покупаю себе в компании Reformed тоже у меня скидка 50%. Я здесь тоже пойму, ашан под боком, рядышком. Я могу там купить. Я вам что могу сказать? Вот, смотрите, в компании Reflame, конечно, есть маркетинг-план. И человек, когда приходят, покупки делать выгодно. То есть, компания от своих покупок, вот, я покупаю себе что-то, и мне от моей покупки компания еще платит процент в виде дохода. То есть, я от группового товарооборота получаю, да? То есть, я привлекаю людей, приглашаю людей. Люди что-то делают, товарооборот 700 тысяч. Компания мне за него платит. Я, например, я живу отдельно. Я хотела какую-то подработку, просто, как бы сказать, потеряла работу, но я уже пенсионер. Хотела сказать, что это подзаработка. Ну, вот, сейчас вот у них есть такой возможность, ну, чтобы отзаработка, можно помнить, когда-то. И я работала с агентством по сформационным технологиям. И это все интернет-знакомство, и сферноцома. Но меня смущает то, что только огромное количество объявлений по поводу наводки пишут, компания, компания. А почему не пишут, не пишут, кто конкретно, что это Арифлэйм? Понятно, людей, кто-то готовит. Вы знаете, даже, я вам что могу сказать? То есть, я не могу себя назвать Арифлэйм, да? То есть, мы работаем на свое ИП по договору в компании Арифлэйм. Поэтому моя вакансия конкретно называется, да, там, ИП и Кимова. Вот, а как люди делают, я вам, да, не могу ничего сказать. Смотрите, вы задали вопрос по поводу покупок, да, ваших. Вы можете как, если вас все-таки интересуют деньги, доход. Вот у нас есть такой момент, сделать активационный закат для того, чтобы ваш личный кабинет никто не удалил. То есть, вы можете просто шампунь себе купить и начать работать по той методике, которую мы вам предоставили. Обязательно, конечно. Компания платит только человеку, да, да, конечно. Вот. Вот если вас интересует, мы вам скинем всю информацию. Не устраивает. Ага, понятно. Понятно. Все, тогда извините. До свидания. Всего хорошего. Ага. Взаимно. Взаимно. До свидания. Так, идем дальше. Так, сейчас кто-то вопрос какие-то задает. Так, ага, Верь, я хотел позвонить. Верь, я хотел позвонить. Так, Люда, где мы мне Вера? Люда, если ты здесь, скини мне номер, Вера, пожалуйста. Я сейчас тут ее не найду, наверное. Ребят, вот как-то так у нас все получается. Бывает, что первый звонок и регистрация. Бывает, что перебираешь, перебираешь. Ну, скинешь анкеты, потом уже ждешь, да? Так, Вере, да? Дозвоним. Так, звоним. Так, Поля, значит, твои знакомые, да? Дозвоним в двери. Дозвоним в двери. Не хочет. Так, ребята, еще момент, пока сразу мысль в голову пришла. Вот смотрите, бывает такое, что, к примеру, я положу собеседование с человеком. Человек говорит, он неинтересный или еще что-то, или еще что-то куча вопросов. Бывает, проводит мой партнер, да? Говорит практически то же самое со своей позиции. Но он другого возраста, он другого статуса, чем-то другим занимается. И у него будет регистрация. Вот, Антонин, вы здесь, да? Звонил вашему кандидату сейчас женщине. Я думаю, что, если бы вы, наверное, проводили собеседование, то, возможно, ей бы было это актуально, да? Потому что возраст человека, социальный статус, нашли общий язык. Открываем. Ребят, ну, у меня все. Таня, он пришла. Пошел и открывать. Давайте всем пока. Я думаю, вы все поняли, что рекрутировать по-холодному, это не страшно, да? Это не страшно, нужно это делать, потому что это приносит свои плоды. Потому что сами увидели, сколько людей пришло по-холодному. Вот. Все, давайте всем пока. Запись будет. Еще одна. Тогда подождите, сейчас дверь открою. Открыл, наконец-то. Открыл, да. Ну, давайте еще последний, финальный человек. Вот Таня Редванова скинула. Настя теплая. Не знаю, что ссоря. Таня Редванова скинула. Так, ну, тут номер, номер. 8, 9, 6, 2, 6, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 7. Неправильно набран номер. Так, номер номер. Слушай, Таня, ты неправильно, наверное, написала. У тебя тут 8, 626, 711. Правильно так он номер? А, ну вот я и понял, что неправильно. 8, 626, 8, 626, вот теперь правильный. знаете я вам что хочу сказать что когда они в первый раз когда слышишь там отказ хочется еще раз еще раз еще раз тоже не тот видимо 9 между 8 8 9 6 6 кто где-то вообще на левом сайте увидел забил вашу фамилию в яндексе и вышла слушай таню 4 я не понял номер вообще не пожалуйста хороший скинь телеграмм тайм вот еще раз написал что санаду и набран неправильно так я правильно набрал да мы понимаем что с ребенком номер то не тот я очень набрал получается уличку нам скинь все грамм потом я наберу сейчас после после вебинара вот рекрутировать по-холодному это не страшно новичков вижу сейчас много вебинарки поэтому осваивать свою методику свою методику свою технологию и много-много этого нужно делать все давайте всем пока всем до новых встреч всем ключевых партнеров да 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 да